Окаменелый корабль. Коктебельская легенда. Взойдите на Отлукая и поглядите на Коктебельский залив. Что за вид? Море синей эмалью врезалось в широкий ласковый пляж и слилось на горизонте с лазурью южного неба. Как крыло чайки, бросившейся в волну, белеют паруса турецких филюк и дымок парохода убегает за дальний мыс Киик-Отлама. Ушли все, и только один парус застыл на месте. Дни и ночи, годы, сотни и тысячи лет он не движется с места. Окаменел. И моя мать рассказывала, бывало в детстве, как это случилось. Святая Варвара скрывалась в Крымских горах. По пятам преследовал ее старый отец Диаскур и, наконец, почти нагнал Усугдеи. Но не настало еще время Варваре принять мученический венец. Одна гречанка из аул, небольшого городка между Карадагом и Атузами, узнав, что гонимая христианка приютила ее у себя, укрыла на время от преследования. И случилось чудо. Сан гречанки, побитый морозом, вновь пышно зацвел. А глухонемой ее сын стал различать речь. Заговорили об этом кругом. Дошла весть и до язычника отца. Догадался Диаскур, кто скрывает сугречанки. И ночью окружил ее дом. Как была в одной рубашке, бросилась Варвара к окну. И незамеченная преследователями с именем Иисуса на устах бросилась в колодец. Поддержали уже упавшую божью ангел и отнесли подальше от аула, к подножию от Лукая. В эту ночь у от Лукая остановилась отара овец. Задремавший пастух, молодой Тавр, был да нельзя поражен, когда рядом с собой увидел какую-то полуногую девушку. «Кто ты? Зачем пришла сюда? Как не тронули тебя мои овчарки?» И Варвара не скрыла от пастуха, кто она и почему бежала. «Глупая ты! От своих богов отказываешься! Кто же поможет тебе в горе и беде? Нехорошее дело ты затеяла!» Но, заметив слезы на глазах девушки, и как дрожит она от холода, пожалел ее, завернул в свой чекмень. «Ложись! Спи до утра! Ничего не бойся!» Было доброе намерение пастуха. Прошептав святое слово, уснула Варвара под кустом карагача. Раскинулись пышные волосы, разметалась вся красавица и лежала, и не выдержал пастух. Нехорошо поглядел на нее, бросился к ней с недоброй мыслью, забыв долг гостеприимства, бросился и остолбенел. А за ним застыло и все стадо. Окаменели все. Только три овчарки, которые лежали у ног святой, остались по назначению Божию охранять ее до утра. С первым утренним лучом проснулась Варвара и не нашла ни пастуха, ни стада. Вокруг нее и по всему бугру точно овцы белели странные камни, и между ними один длинный, казалось, наблюдал за остальными. Жутко стало на душе девушки, точно случилось что, и побежала она вниз с горы к морскому заливу. Впереди бежали три овчарки, указывая ей путь в деревню. Удивились в деревне, когда увидели собак без стада. Не знала ничего и Варвара, только потом догадались. У деревни в заливе отстаивался сирийский корабль. Он привез тавром разные товары и теперь ждал попутного ветра, чтобы вернуться домой. Донес ветерок до слуха Варвары родную сирийскую речь. Пошла она к корабленачальнику и стала просить взять ее с собой. Нахмурился суровый сириец, но, поглядев на красавицу, девушку улыбнулся. Недобрая мысль пробежала в голове. Хоть и нет у нас обычая возить с собой женщин, я тебя возьму. Ливанская ты! Хоть и нет у нас обычая возить с собой женщин, а тебя возьму. Ливанская ты! Радовалась Варвара, благодарила. Еще не было у нее дара предугадывать будущее. Подул ветер от берега, подняли паруса и побежал корабль по морской волне. Варвара зашла за мачту и сотворила крестное знамение. Заметил это корабленачальник и опять нехорошо улыбнулся. Тем лучше. И потом позвал девушку к себе в каюту и стал допытывать, как и что. Смутилась Варвара и не сказала правды. Жил в душе Иисус, а уста побоялись произнести его имя язычнику. И затемнились небеса. С моря надвинулись зловещая черная туча. Недобрым отцветом блеснула далекая зорница. Упала душа у Варвары. Подняла она гнев Божий. На коленях стала молить простить ее. А навстречу неслась боевая триера. И скоро можно было различить седого старика, начальствовавшего ею. Узнала Варвара гневного отца. Защемило сердце и, сжав руки, стала призывать имя своего господа. Подошел к ней корабленачальник. Все сказала ему Варвара и молила не выдавать отцу. Замучить ее старик убьет за то, что отступилась от веры отцовой. Но вместо ответа сириец скрутил руки девушки и привязал косой к мачте, чтобы не бросилась волну. Теперь моли своего бога, пусть тебя он выручает. Сошлись корабли, как зверь прыгнул диаскор на сирийский борт, схватил на руки дочь и свернул ее к подножию. И да он на своей триере. Молись ему! А Варвара повторяла имя Иисуса. Молись ему! И диаскорт ткнул ногой в прекрасное лицо дочери. За тебя молись моему Христу! Чуть слышно прошептала свечая мученица и хотела послать благословение и злому сирийцу, но не увидела его. Налетел бешеный шквал, обдал сирийский корабль пеной и точно белой корой покрыл его. Налетел другой и на минуту не стало ничего видно. А когда спала волна, то на месте корабля выдвинулась из недр моря подводная скала, точно бывший корабль. С тех пор прошли века. От камней Варвари на стадоне немного осталось на прежнем месте. Новые люди повели по иному жизнь и на новую дорогу пошли старые камни. Только окаменелый корабль остался недвижим. Не дошла до него очередь. Мама, замечал я в детстве, да ведь это просто подводная скала. Конечно, так, мой мальчик, подводная скала для чужих, а для нас здешних это народный памятник христиан, христианке первых веков. Субтитры подогнал «Симон»